Интересная тема. Надеюсь, вы внимательно слушали. И сразу вбрасываю такую проблему. Несколько лет назад ко мне подходит пастор одной из церквей, одного из городов нашей области. Он очень беспокоен. У него уже 5 или 6 человек из молодежи ушли в секту. Как это могло получиться? Почему это могло получиться? Он начинает теперь изучать то, что мы учим. Он пытается понять, как мне научить теперь остальную церковь, как вернуть тех. Что здесь получилось? Вот откройте еще раз, только что сейчас Вадим прочитал принципиальная цель обучения. 98 страница. Воспитать человека, способного делать нечто новое, а не просто повторять то, что уже сделано предыдущими поколениями. Если мы учим в наших церквах, в наших классах, в наших группах, просто чтобы они знали то, что мы знаем, чтобы они могли хорошо повторить то, что мы знаем. И приходит тот человек, который показывает понятие об Иисусе Христе другое. Наши обучаемые студенты, мы сами не понимаем, что нужно делать. Мы не способны работать. Схема не та, мы впадаем в ступор. И мы теряемся. А если мы дали человеку инструмент, познание, он начинает творчески думать. Начинает не просто повторять, что сделано предыдущими поколениями, а изобретательно, проницательного. Формирует критическое мышление. Он может критически подойти и к своей системе, которая у него сложилась, и к той системе, которая ему предлагается. И видеть сильные стороны и слабые стороны. Если мы научим наших людей так мыслить, нам не нужно будет бегать и гасить пожары, вырывать их из рук сект и так далее. Они будут сами соображать, что им делают. Мы только помогаем им нормально верить и знать то, что они знают. И верить то, что они верят. Смотрите, нам нужны активные учащиеся, которые учатся сами делать открытия. Отчасти посредством своей спонтанной деятельности, отчасти через материал, который мы им готовим. Которые рано понимают, что можно подтвердить, а что всего лишь непроверенная мысль, пришедшая им на ум. Человек, который открывает для себя что-то, он это имеет. Мы можем научить детей, что есть Троица, есть Отец, есть Сын, есть Святой Дух. И вот они вот такие. И он запомнит эти вещи. А потом кто-нибудь придет и скажет, нет, Бог един. Как говорят мусульмане или как говорят какие-то арианские направления нынешнего века. И тогда он скажет, как же так, а меня учили. А ему скажут, посмотри в Библии, где есть слово Троица. Если человек для себя открыл, что есть Троица, ты его уже ничем не собьешь. Это его открытие. Поэтому, я думаю, важно построить наше обучение так, чтобы люди каждый раз, каждый человек заново открывал для себя основные понятия Библии. И другие понятия, и вторичные, чтобы они стали его обучение через открытие. Чтобы каждый раз говорил, Эврика, я нашел, это мое, и это у меня никто не отнимет. В этом случае процесс обучения сильно отличается от классической формы, где организована фабрика обучения. Фабрика по передаче знаний и вбиванию их в голову. В этом случае мы не вбиваем в голову знания, а мы помогаем людям взрастить это знание, выработать, самим прийти к той или другой модели. Так, я думаю, важно. Знания, которые есть у Пьеже, или, допустим, у неверующего человека Маслоу, или дальше мы будем Кольберг, тоже был, не верил в Бога. Нам стоит ли пользоваться этими знаниями? Почему? Нам полезно их знать, но не обязательно их применять в жизни. Потому что возникает много ситуаций, когда люди того или иного учения задают массу вопросов, на которые просто необходимо отвечать правильно. А если ты не знаком с тем или иным учением, я уже об этом говорил, что если я изучу майн камп Гитлера и буду разбираться в этом досконально, не обязательно я стану его последователем, нацистом. Вот так же, если там и труды Карла Маркса, если я изучу, не обязательно мне становиться коммунистом, но я уже могу на эту тему рассуждать с людьми, которые там заблуждаются в чем-то, что-то не понимают. И на основании Библии, на основании Благой Вести уже могу указать неточные моменты этого учения. Надо знать. Когда-то Ленина заметили за изучением Евангелия, спрашивали, почему? Он говорит, надо изучать оружие противника. Он даже так подходил. Надо знать, чтобы знать, как человек мыслит, чтобы стать на его точку зрения. Надо знать системы ментальные и моральные, и духовные системы тех, с кем мы учимся, чтобы помочь им понять или прийти к тому, о чем мы говорим. Вот смотрите, здесь я описал немножко, когда Вадим говорил, систему адаптации. Сначала, помните, я еще вначале на одном из первых уроков говорил, приходит какое-то новое знание в нашу систему. Оно здесь на входе где-то концентрируется, не знаем, как его воспринимать. Думаем, мыслим, едем, переживаем, читаем, размышляем, спим. И постепенно часть из этого знания, то, что не вывалилось, все-таки как-то где-то закрепляется здесь, встраивается в нашу систему. Происходит аккомодация. Образно, это же самое можно представить и таким образом. К вам, в вашу группу, приходят люди с интересными системами. И представьте себе, человек в комнате своих знаний уже выстроил такую библиотеку. И как-то тут, это у меня великое художество, конечно, я талантливейший художник. И видите, вот он построил полочки, разложил на них все-все-все знания, какие у него были. Если вы замечаете, что вы входите, понимаете, как он мыслит, какая его система, стараетесь понять. Общаться с ним для этого очень нужно много. И думаете, что же делать. Допустим, вам кажется, что его система неправильная. Что нужно делать? Сразу ее ломать, рушить до конца и построить новое. Когда человек может быть настолько разрушен, у него не будет этого баланса, о котором говорит Пиаже, и он к вам больше никогда не придет. Иногда полезно на эту полочку добавить еще один момент и сюда в его систему вставить ему, понять ему, дать ему информацию, чтобы он поставил это на свои полочки. Пройдет какое-то время, месяц, другой, третий, год, два, человек будет получать новую-новую информацию, потом он поймет, что она уже не вмещается на его полке. И надо придумать что-то новое, и тогда он сам сломает эту систему и построит какую-то другую систему знаний, где эти знания будут вмещаться и хорошо с друг другом складываться. Дать человеку самому это делать, тогда это будет его. Он, допустим, поставит такую систему, в центре которой будет Христос, и вот эти знания, он их разложит где-то здесь, и будет место еще для важных знаний. И он увидит здесь, как Менделеев в таблице своей, вот здесь что-то еще должно быть, и захочет это узнать, и поставит сюда еще что-то, в этот сектор. Когда он сам перестраивает свою систему, в своем ритме, в своем стиле, это человек надежный, вы можете положиться на такого человека. Он, это его система, это не то, что в него вставили. И еще, в конце этого занятия, там посмотрите, есть такой вопрос. Где лучше изучать, в больших группах Библию и так далее, или в маленьких? Маленьких. Обучение, да, обучение, да. Обучение происходит, да, взаимодействие между учениками и окружающим миром. В небольших группах, да, эффективнее обучать. Почему? Детей. Еще раз. Взаимодействие. Затем, зачем нужно взаимодействие? По нашей классической схеме, когда класс идет, ученики не должны разговаривать, не должны дергать за косички и так далее, и тому подобное. Должны внимательно слушать учителя. А почему здесь говорится взаимодействие? Что при этом происходит? Учащиеся общаются между собой, решают между собой вопросы, которые возникают. Тут же идет участие не только, когда учитель говорит, но они уже между собой могут общаться, да. Если рассматривать такое, вот как у нас сегодня система обучения, или классический вариант, взять класс, где ученик отдельный может утаить свою индивидуальность, там сесть на заднем ряду, там и прослушать, или продумать о своем, или в окно просмотреть. В данном случае каждый из нас участвует в этом обучении. Мы видим друг друга, мы видим глаза, эмоции друг друга. На нас это влияет положительно. При этом учитель уже не центр обучающего процесса и не главный источник информации, а человек, который способствует обучающему процессу, обучению, способствует ученикам. И он один из учащихся, один из участников дискуссии, ведущий или фасилитатор. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансовым. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Помните, когда-то вначале я забросил идею, что все обучение происходит во взаимоотношении. Если раньше мы думали, что обучение это просто вкладывание информации, то сейчас мы видим, что вся информация держится на взаимоотношениях. У Бога вообще все держится на взаимоотношениях. И даже физический мир держится на взаимоотношениях. Вы знаете, как устроен электрон или устроена, допустим, молекула или атом? Здесь есть заряд положительный, а вокруг него в огромном поле, беспорядочно, в разных направлениях носится электрон, отрицательный заряд. Его не поймаешь, где он сейчас находится, поэтому он так быстро носится и создает целое поле. Расстояние между этим и краем гораздо больше, чем расстояние между Солнцем и краем Солнечной системы. И основное вот это пустота. Бог держит нас на этой пустоте. Бог держит нас в этом взаимоотношении. Если бы каким-то образом Бог решил бы нас уплотнить, то есть вот эту вот пустоту, все огромнейшее расстояние между электроном и положительным зарядом уплотнить, каждый из нас был бы меньше, чем булавочная головка. Все на взаимоотношениях. Пока есть взаимоотношения, это держится. И вы знаете, ни один ученый не знает, почему этот электрон не падает на этот протон. Бог держит его. Сила непонятна, но она есть. В взаимоотношениях с друг с другом мы живем. И посмотрите, вся наша жизнь это взаимоотношения. С детьми, с друзьями, на работе. Все, что мы делаем, это взаимоотношения. Наши взаимоотношения с Богом, это тоже большая часть духовного мира нашего. Наши взаимоотношения с книгой, с информацией, это тоже обучение во взаимоотношениях. Все идет во взаимоотношениях. И помните, вначале я показывал схему Троицы. И там тоже самое главное, это взаимоотношения между Отцом, Сыном и Духом Святым. Как они служат друг другу, не контролируют и не послужить. Христос пришел послужить. И в конце концов Он сказал славу, Он всю славу воздаст, опять вернет Отцу. А Отец дал Ему. Служат друг другу, любят друг друга. И нам дают пример служить и любить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok